Рождественская неделя Всего человечества Я бы хотел поговорить о двух разных группах людей Которые абсолютно не поняли настоящий смысл Рождества И также о других людях, которые, несмотря ни на что, обрели его А в этой части мы поговорим с вами о тех, кто упустил подлинное Рождество До момента рождения Господа Иисуса Христа Божий народ жил в ожидании наступления этого дня Они жаждали этого Пророк за пророком говорили им об этом дне Многие из Божьего народа знали и были готовы Другие предвкушали этот день с тоской Но когда этот день настал Многие его не заметили И первым незаметившим стал хозяин постоялого двора Нам неизвестно его имя К тому времени, когда было написано Евангелие от Луки Никто уже не помнил его имя Да и причин, чтобы помнить не было Ведь он не заметил Рождество В сутолке и суете Происходившие переписи населения В напряженное время Этот человек пропустил Самое важное событие в истории Оно было очень близко Ближе некуда Прямо на его пороге В холле его гостиницы Но он не заметил Он не заметил Рождество В озабоченности своим растущим и прибыльным бизнесом Он упустил самое важное событие Бизнес шел оживленно И этот хозяин был захвачен мыслями о его развитии Он был озабочен зарабатыванием денег И упустил Рождество Друг мой, я хочу сказать тебе сегодня Мир наполнен людьми Похожими на этого хозяина Есть церкви, наполненные людьми Похожими на этого хозяина гостиницы Некоторые из вас, кто смотрит нас Такие же, как этот хозяин Те, кто заняты продвижением своей карьеры Кто озабочен жизненными вызовами Те, кто гоняются за наслаждением Вы не замечаете Рождество В разгар этого праздника Из рождественских открыток и елок Много людей упускают подлинное значение Рождества Молюсь, чтобы вы не были среди них Следующий, кто упустил Свершившиеся Рождеством Был царь Ирод Ирод был маленьким царьком в Иудии При большом царе Цезарь Августин В царе Ироде не было ничего приятного Он был хитрым и коварным И был виновен в убийстве многих людей Включая одну из его жен и трех сыновей Хотя он и был евреем по происхождению Его религия была поклонение самому себе Он знал, что Писание говорило о грядущем Мессии Если бы он на самом деле верил пророчествам о Мессии То не упустил бы Рождество Когда он услышал о рождении Иисуса Мессии, царя царей Он ощутил угрозу А вот что нам об этом говорит Матфей во второй главе Он дал повеление Волхвам Сказав им Пойдите, тщательно разведайте младенцем И когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему Но он и не думал о поклонении У него на уме было убийство Он понимал всю значимость и рождение Мессии Он знал о спасении, которое должен был принести Мессия Но он думал только о себе И не заметил Рождества Я не буду никого сравнивать с Иродом Потому что он злой человек Но у некоторых все-таки есть кое-что общее с царем Иродом Это себе любие Те, кто замкнуты на себе, упускают настоящую радость Рождества Погоня за успехом не дает им разглядеть Рождество Они позволяют мертвой религии удерживать их от веры в истинного Бога Их мертвая религия не дает переменам произойти в их жизни Это мешает им прийти к тому, кто может дать им смысл жизни К тому, кто может открыть и дать им цель Они позволяют эгоистичным амбициям украсть у них Рождество И все его благословения Прощение грехов Обещание вечной жизни Настоящий мир с Богом И мир с окружающими И мир с самими собой Вечная жизнь на небесах Путешествуя в течение последних 45 лет Я объехал весь мир 66 раз к ряду Я повидал весь мир Самая отчаянная нужда всех людей Это уверенность в прощении их грехов Иисус единственный, кто может дать это Ты придешь к Нему? Я так благодарен Что все-таки есть люди, которые увидели Рождество Пастухи с полей вокруг Вифлеема Они смогли отыскать Рождество Как и мудрецы из Персии, ставшие свидетелями Рождества Две разные категории Кардинально противоположные Две группы, представляющие бедных и богатых Две группы людей, являющие собой яркий контраст в сфере образования и знаний также Две категории, находящиеся на разных концах социальной лестницы Они сумели встретить Рождество И это должно сказать нам Неважно, кто ты и где ты Ты можешь быть уверен, что Христос принимает тебя Считаешь ли ты себя важным или, наоборот, незначимым человеком? Твой статус абсолютно не имеет значения Знаменитость ли ты или рабочий на заводе? Низкий у тебя уровень образования или несколько ученых степеней? Много ли ты знаешь о Христе или, наоборот, не имеешь понятия о Нем? Близок ты к Иисусу или очень далек от Него? Ничего не имеет значения Христос зовет тебя сегодня Христос приглашает тебя прийти к Нему Христос жаждет, чтобы ты обратился к Нему Христос — Спаситель для всех, кто признает Его Господом и Спасителем Это хорошие новости Нет, это самые лучшие новости Но у этих двух разных групп людей Есть нечто общее Пастухи и мудрецы были разными, насколько это возможно Абсолютные противоположности Но их объединяло то, что они пришли ко Христу Их опыт прихода ко Христу схож по четырем признакам И пастухи и мудрецы с большой радостью восприняли весть от Бога И пастухи и мудрецы из Персии откликнулись сразу же Как только услышали весть о рождении царя царей Бог говорил с ними по-разному С необразованными пастухами, языком ослепительного света С звуком и видом ангелов С волхвами, с помощью захватывающего зрелища Сияющие звезды на небесах Они были интеллектуалами Они были учеными И поэтому Бог объявил им о рождении Иисуса по-разному Бог — Творец всего мира и Вселенной Перестроил конфигурацию положения звезд И появилась совершенно особенная звезда И эта самая звезда привела их к тому самому дому Где был рожден младенец Иисус Два разных откровения Но в обоих случаях они распознали Слово Божие Обращенное к ним Это было первое Слово от Бога за 400 лет Со времен пророка Малахии До времени рождения Иисуса В Вифлееме, в Иудее 400 лет молчания небес Ни единого откровения Ни одного пророка Ни одного слова от Господа И вот бедные пастухи слышат, как ангел объявляет о рождении Иисуса И по той же причине мудрецы видят яркую звезду в небесах Конечно, сегодня у нас есть Слово Божие Библия И оно говорит ко всем и везде, по всему земному шару К миллионам тех, кто смотрит нас сейчас Слово Божие приносит хорошие новости о спасении Младенец, рожденный в Вифлееме 2000 лет назад Является воплощенным Богом Он единственный спаситель Ты придешь к нему? Примешь ли ты его как хозяина твоей жизни? Теперь их второе сходство Их общей реакцией было послушание Попробуйте представить Чтобы пастухи или мудрецы Отвергли Божие приглашание Это не для нас Могли бы они сказать На такое немыслимое приглашание Но они сочли за честь Быть приглашенными с самим Богом Увидеть его сына, рожденного в Вифлееме Это же приглашение от Бога всей Вселенной Это же приглашение от Бога всех богов Представьте пастухов, увидевших ослепительный свет И поющих ангелов А затем ответивших Нет, мы слишком бедны, чтобы идти Мы не готовы к этому Пусть кто-то из города сходит туда Нет, в момент, когда они услышали приглашение Они согласились Им даже в голову не могло прийти Отказаться от приглашения Бога И с другой стороны У нас мудрецы с Востока Посмотрим на них Они могли бы сказать Что это за непонятная звезда Мы знаем, что эта звезда значит Что родился Божий Сын Царь царей Но мы не пойдем туда Пусть Божий народ празднует это Нет, они приняли приглашение А как насчет себя, друг мой? Ты слышал приглашение? Христос простер к тебе руки В течение двух тысяч лет Он говорит Придите ко мне Все труждающиеся и обремененные Я успокою вас Кто-то из вас услышал Это приглашение впервые Кто-то слышал его уже много раз Где бы ты ни был Ты можешь прийти к нему Сегодня У тебя нет оправдания Ты слышал Божий голос, говоривший Я люблю тебя Приходи ко мне Я единственный, кто может забрать Твою вину и грех Я тот, кто может дать тебе Вечное спасение Я единственный, кто умер За тебя на кресте Я заплатил за твои грехи Я тот, кто пролил кровь на этом кресте Из-за любви к тебе Только я могу навсегда Освободить тебя от твоей зависимости От уз и рабства греха У меня есть предупреждение Если ты не примешь его спасителем сейчас Тебе придется встретить его как судью в конце времен Третье сходство Между пастухами и волхвами После получения приглашения Они не только пришли туда Но и нашли спасителя Концовка двух историй Пастухи нашли то, о чем им сказали ангелы А мудрецы нашли объект, указанный им звездой Никто из них не был разочарован Никто не сбился с пути Никто не чувствовал себя обманутым Никто из них не был испуган Никто из них не пожалел, что принял приглашение, данное Богом То же самое сегодня Спросите у любого, кто пришел ко Христу Ответив на Божие приглашение Никто не скажет вам Я сожалею о принятом решении В далеком 64-м В среду 4-го марта Я принял приглашение от Бога Я ответил на Него И с тех пор я живу в благословении Я не обменял бы свою любовь ко Христу ни на что во всем мире Даже в мои самые темные дни и часы глубокого отчаяния Я никогда не сожалел о том, что пришел ко Христу Ни разу Наоборот Он всегда рассеивал тьму Он всегда помогал мне нести мою ношу Он утешает меня, когда я сломлен Он вытирает мои слезы Он давал мне радость в самые тоскливые дни Он вытаскивал меня из трясины Он очистил меня от многих грехов и неудач Он отвечал на мои самые отчаянные молитвы Я обещаю, он сделает то же для тебя С момента, когда ты отдашь свою жизнь Иисусу Христу Ты не захочешь оглядываться назад Итак, они все приняли приглашение Они все откликнулись на этот призыв Они все увидели спасителя Все И, наконец, последнее, в чем эти два типа людей были схожи Найдя спасителя, они поклонились ему Позвольте прочитать вам Евангелие от Матфея 2 главу 11 стих Здесь сказано о мудрецах И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матери его И, пав, поклонились ему Лука 2 глава 20 стих Написано, что пастухи пришли и поклонились ему Мои дорогие друзья, хочу сказать вам Знать Господом значит поклоняться ему Его чудесная благодать приводит к поклонению ему одному Его безусловная любовь побуждает жить только для него одного Бог сделал немыслимое В то первое Рождество Всемогущий Бог оставил свое величие И принял человеческую слабость Он оставил атрибуты своей могучей силы и славы Ставь беспомощным младенцем Зачем? Чтобы все, кто ответит на его любовь Смогли подняться на его божественный уровень Ты слышишь это приглашение? Ответишь ли ты на его призыв сегодня? Начнешь ли ты искать его? Поклонишься ли ты ему сейчас? Позволишь ли ему изменить твою жизнь сейчас? Он возлюбил тебя И оставил славу небес Чтобы прийти на землю Зародышем в чреве Девы Умереть за наши грехи Воскреснуть на третий день Чтобы и мы воскресли с ним Примешь ли ты его предложение? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok